В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Русл. Здравствуйте! Президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Для политиков и парламентариев оно стало своеобразным руководством к действию. В основном доклад был посвящен внутренней политике государства. И сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы от Ненецкого округа Сергей Коткин. Здравствуйте, Сергей Николаевич! Здравствуйте, Оля! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы поговорим об основных тезисах послания президента, актуальных законодательных инициативах, планах на нынешнюю региональную неделю. Сергей Николаевич, и первый вопрос о планах на региональную неделю. Что уже удалось сделать? Что вы планируете? Да, ну, неделя, как всегда, насыщенная. Вот только что я пришел с приема граждан, причем очень много было народа. Это, кстати, вот некая такая лакмусовая бумага, бумажка, когда чувствуешь напряжение в регионе, в целом, в России, когда в Москве принимаю. И вот много-много было людей, и такие вопросы очень непростые, на самом деле, были эмоциональные. Иногда вот такие были с проблемами с эмоциональными. В частности, по бандарке люди опять опасаются, что их может снести, там они уже который год бьются. Встретился я с нашими уважаемыми пенсионерами Росгвардии, нашего подразделения в Наринмаре, ветеранами боевых действий. Участвовал в субботнике, мы с вами вместе там. Общество с ограниченной возможностью помогли им вокруг домов прибраться. Приятно, когда вот все чисто, уже зеленеет, кое-где на солнышке и травочка уже появляется. Поэтому поучаствовал там. Вчера я ездил в Оксино, причем такая насыщенная была поездка. Встретился там с ветеранами, объекты посетил. Потом у нас эстафета года добра перешла, она сейчас находится в Оксино. И мы там пообщались с жителями округа, с населением села Оксино. Был концерт такой творческий, замечательный, танцы народов и мира, возможностями Оксино. Сельчане показали нам практически там очень многие государства, танцы. Я был очень приятно удивлен, на что способны жители села Оксино. Очень здорово, красиво было, нам всем понравилось. А завтра я лечу в Харуту, там где-то 2-3 дня буду, у меня там и прием. Встреча с жителями тоже округа. Надо встретиться с коренными народами здесь, СВМБ обязательно. Почему? Потому что мы долго ждали государственную программу по поддержке коренных младчистых народов, именно хозяйственной деятельности, традиционной. И вот такая программа у нас на руках. Мы 15 апреля ее получили, мы долго на ней работали. Она на самом деле очень неплохая. И там очень много позиций, которые действительно направлены на то, чтобы поддержать традиционную хозяйственную деятельность коренных народов. Поэтому это все надо обсудить в обязательном порядке, посмотреть, какие у них еще будут предложения по возможности, чтобы внести туда правочки, вот в эту программу. Ну а дальше там уже и майские, и 1 мая, и 9 мая. У нас получается сейчас региональная неделя. И вот раз президент объявил праздники здесь у нас с 1 по 10, то практически у нас возможность появляется больше поработать здесь, пообщаться с нашими избирателями. Сегодня утром у вас был личный прием граждан. Вы открыли в Ненецком округе Всероссийскую неделю приемов граждан по личным вопросам для людей высокого возраста. И с какими проблемами к вам сегодня обращались жители, что больше всего волнует их? Проблемы, как правило, одни и те же. Это прежде всего, конечно, ветхое аварийное жилье. Люди идут с фотографиями, показывают целые тома переписки с органами власти самых различных уровней. Но, к сожалению, эта проблема медленно-медленно очень у нас движется. Приходили с такими вопросами. Кого-то переселили с ветхого аварийного жилья, дали им временное жилье, дом призан аварийным. Все как бы нормально, это их устраивает. У них поселили там в квартиру с мебелью. Но та квартира, которая аварийная, они вынуждены за нее платить. И суммы-то очень такие немалые на самом деле. Хотя они там не живут, не пользуются ни водой, ни теплом. Отключать не отключают. Они уже просят, выгодят, отключите у нас батареи. Просто, в конце концов, срежьте батареи и сделайте прямую трубу, чтобы мы не платили. Не получается, не знаю. Сейчас мы посмотрим, какое законодательство региональное, местное. Чтобы посмотреть, что можно сделать. Ну, абсурд. Люди там не живут, выехали, им квартиру еще не дали. Они живут во временном жилье. Все они вынуждены оттуда выехали и вынуждены платить за две квартиры. То есть вот такие вопросы, на самом деле, очень непростые. Думаю, что так не так все просто на самом деле. Это где-то, видимо, есть какие-то в законодательстве моменты, которые нужно урегулировать. Но для этого надо с людьми встречаться. Для этого надо их слышать. Вот эти все проблемы. Для того, чтобы потом выносить, посмотреть, на какой уровень. С трудоустройством болеют пожилые люди за детей, внуков под устройством. Просто беда. Приходит молодой человек с высшим образованием. Я могу, его не берут, потому что нет опыта. А где он этот опыт получит, если его не берут на работу? Вот опять вопросы. Поэтому мы сейчас приняли закон о молодежной политике, федеральный закон. Наши поправки, наши молодежи, не низкоавтономного округа, мы с ними встречались. Они практически все вошли в тело федерального закона. Там много говорится в целом по наставничеству и по проблемам. Но он немножко такой модельный. Поэтому сейчас все-таки нам надо, 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 надо вот эти вопросы решать с молодежью. Мы предлагали им, кстати, в Госдуме у нас были большие слушания парламентские. Мы предлагали, давайте мы вернемся к распределению, как это было в наши времена. Когда нас распределяли по конкретным населенным пунктам по всей России, по всему Советскому Союзу даже. И мы как бы были довольны вот этим всем. Нас расхватывали. А сейчас молодежь не согласилась с этим. Несколько ребят выступило у нас на пленарном заседании, не на пленарном заседании, на правоминских слушаниях. И говорит, что вы нарушаете наши права. Вы не имеете права нас принуждать куда-то ехать. Мы сами должны выбирать. И вот мы уже подготовили практически болванку, резолюцию после парламентских слушаний, чтобы внести это в федеральное законодательство. Не прошло. Поэтому нужно искать варианты, пути решения вот этих вопросов с тем, чтобы наша молодежь трудоустраивалась, работала, зарабатывала, могла рожать детей, покупать квартиры. То есть вот-вот-вот много-много вопросов и очень непростые. Целый вал такой вопросов. И они действительно сложные такие. Сергей Николаевич, основным событием прошлой недели стало послание президента Федеральному собранию. Какое впечатление оно на вас произвело? Чем-то оно отличалось от прошлогоднего или не отличалось? И что вы главного для себя выделили в нем? Ну, безусловно, отличалось. Это послание было ожидаемое. Это уже однозначно. Все мы его ждали, поскольку у нас был ряд предложений у депутатов Государственной Думы, у депутатов Северян. Мы так думали, что они будут озвучены. Но то, что было озвучено президентом, на самом деле, он посвящено было внутренней политике в целом государстве, внутренним проблемам. Именно по качеству жизни, по доходам граждан, по трудоустройству граждан, то, о чем мы говорили, по пенсиям, по заработным платам. Ну, то, что мы с вами всегда встречаемся, обсуждаем, и те вопросы, которые люди задают, вот это в докладе президента прозвучало. И на самом деле, ну, прежде всего, он, конечно, сказал о том, что по 2020 году, безусловно, это год был тяжелейший для России и для жителей Ненискоавтономного округа. Это год пандемии, когда экономика у нас очень сильно просела, но пониже, чем в европейских государствах, даже в ведущих. Четыре с половиной процента падения экономики, там поболее. В целом мы выдержали, выдержали экономику, не дали ее обрушить, выдержали мы в целом по здравоохранению. Еще раз здравоохранение наше показало, что она лучшая в мире на сегодня, что наша вакцина лучшая в мире. Чартер летает в Москву сегодня, делает уколы, уколется, улетает обратно, тут же нас критикует, ругает, поскольку это, видим, нужно им делать. Вот. И то, что мы выстояли, все вместе опять, вот для россиян я, может, повторюсь, но характерно, когда приходит беда, когда приходит беда, мы все вместе, вот, плечом к плечу. Ну, и наш, особенно наши медицинские работники, низкий им поклон, я уже говорил, что на рабочем месте сутками, дома не бывали сутками, в сознание теряли, приходят в сознание, думаете, домой, да нет, к больному опять, опять к больному. А наши волонтеры, наша молодежь, это же вообще, вот, я был настолько поражен, я с ними ходил по квартирам, мне просто было настолько, вот, важно, интересно посмотреть, вот, как молодые ребята разносят лекарства, продукты питания, пошел с ними. Ну, понятно, что там меня опять раскритиковали, там, наши доброжелатели в кавычках, но ребята просто молодцы. И вот, что они сделали, я приведу, позволю себе несколько цифр привезти, наши волонтеры, вот, «Единая Россия» организовала, просто здорово. Допустим, вот, вот я даже их выписал, для того, чтобы к вам прийти, хотя на память помню эти цифры, вот, входящих звонков было более 6 тысяч, они отработали. Из ходящих звонков более 10 тысяч, выезды на, те, кто находит на самоизоляции, более 2 тысяч выездов ребятишки сделали наши, абсолютно безвозмездные, рискуя собственным здоровьем, практически, как пожилым людям поехали. Медикаменты доставили 4 тысячи 500, это в 700 адресов доставили медикаменты, причем берут рецепт у врачей, идут в аптеку, отоваривают и идут по квартирам. Консультацию дали более 3 тысячам жителям округа. Продовольствие набора разнесли 4 тысячи 288, это те, кто старше 65 лет. Взносы собрали, единороссы взносы собрали, более 600 тысяч рублей на лекарства, на продукты питания, на термометры, на какое-то оборудование, никто ничего, никаких давлений абсолютно не было. Вот, пожалуйста. Об этом президент сказал и всем поклонился и поблагодарил всех вот нас. Вот это первое, что он сказал. Второе, на мой взгляд, два блока очень важных. Первое, это поддержка тех, кому наиболее сегодня трудно и тяжело, прежде всего, это многодетные семьи, многодетные семьи, наша молодежь, опять же. В частности, введены дополнительные выплаты по неполному. У нее сегодня мамочка была, у нее неполная семья, двое детей. Я вам скажу, очень тяжело. У нее заработная плата 34 тысячи, она квартиру снимает за 23 тысячи. 11 тысячи, у нее двое деток на руках. И когда я сказал, что с 1 июля мы будем выплачивать с неполным семьям где-то в среднем по 5600 рублей в месяц на каждого ребенка, вы знаете, вот слезки-то ушли. А когда, от чего, а когда мы это получим? А что нужно для этого сделать? Куда нужно? Я говорю, подождите, у нас сейчас надо сначала за эти два месяца принять вот нормативные акты, чтобы это нам прежде всего и сделать. Потом беременным женщинам у нас сейчас выплата будет по нетрудоспособности. Сейчас 100% будет выплачиваться заработная плата, если она уходит там по уходу за ребенком. По школьникам, каждому школьнику, каждому школьнику будет выплачиваться по 10 тысяч рублей выплачено к учебному году, в том числе и те первоклассники, которые пойдут 1 сентября. Кураторам мы же сделали, классным руководителям по 5 тысяч выплачиваем в школах, в обзорвательных учреждениях. А наше педучилище среднее звено выпало. Естественно, конечно, это несправедливо. Поэтому мы и здесь по 5 тысяч будут доплачивать именно кураторам средних учебных заведений. По школьникам, по школьникам, детишек будут вывозить в санаторий, 50% будут на себя государства. Бюджетные места увеличиваем на 2 года, на 45 тысяч будут увеличены бюджетные места. Это значит, наши ребята пойдут учиться за счет государства полностью. И многое-многое-многое другое, что он внес именно такие разовые выплаты. Это первый блок. А второй блок – это вот то, что я говорю, дать не рыбу, а дать удочку. Что сейчас будут помогать тем, кто действительно вкладывается. Не откладывает в кубушку деньги, не хранит себе там не на черный день, я не знаю на что, а те, кто вкладывает в производство. Тот, кто пытается развить свое производство, сделать экономику более подвижной. И действительно реальную экономику взять. Поэтому здесь в выделении идут очень большие кредиты. На самом деле, причем под 3% кредиты будут выдаваться. Очень большое внимание, на мой взгляд, уделено регионам. Потому что задолженность регионов существенная. На самом деле взять тоже Архангельскую область. Если у нас еще более-менее так скромно, то по Архангельской области, по другим субъектам все это существенно. Поэтому принято решение, во-первых, продлить вот эти кредиты, и коммерческие, бюджетные, до 2019 года. Заместить коммерческие кредиты бюджетными кредитами. Будут выделяться очень серьезные средства на поддержку различных отраслей хозяйствования. И очень мощных 3, где-то даже 5 таких объектов мирового значения. Ну, а не к округу. Мало отношений, это будет северно-широтный ход по Якутии. Строительство дороги, Москва, Екатеринбург. Вот в том направлении, это трасса международная очень серьезная. И вот таких проектов на самом деле много, которые действительно подтолкнут экономику Российской Федерации. Подтолкнут экономику. Потом, в течение месяца президент поручил правительству дать предложение по поддержке малого-среднего бизнеса. То, что в пандемии мы практически с колес же, с колес финансировали, выделяли для малых-средних бизнес-поддержку, для пожилых, для людей, для многодетных семей, чтобы удержать ситуацию. Сейчас он дал поручение дополнительно, как наш малый-средний бизнес поддержать. Ну и так далее, и так далее. То есть в этом плане, безусловно, это послание было направлено на внутреннюю политику, на развитие экономики, на рост экономики внутри России. А по международному аспекту только несколько слов, на мой взгляд, очень весомых. Весь мир говорит, что он очень спокойно сказал, без надрыва, что у нас все сегодня есть в государстве российском. Мы сами определим эту красную черту, когда эти санкции, угрозы бесконечные в наш адрес, да, и вызовы бесконечные, провокации на границах бесконечные. Он четко, ясно сказал, что мы дадим... Ответ будет мгновенным, очень быстрым, адекватным и жестким. А мы сами определим вот эта черта, когда мы это сделаем. И все, и весь мир сейчас вот об этом только и гласит, что Владимир Владимирович вот так вот. То есть, в целом, на мой взгляд, послание было вот полезным с точки зрения развития экономики, с точки зрения, опять же, поддержки тех людей, того слоя населения России, которым сегодня очень трудно, тяжело. Сергей Николаевич, а что вы не услышали, хотели бы услышать в послании, что не прозвучало, на мой взгляд? Какая тема не была затронута? Я вначале сказал, что вот в нашем профильном комитете, наша законодательная инициатива находится в работе, правительство ее рассматривает и не отказало нам, кстати. Это то, что мы вышли инициативой вернуть пенсии к прежнему уровню в районах Крайнего Севера и Арктики. В принципе, правительство нам где-то кивнуло, что мы это сделаем, и мы ожидали, что это прозвучит. Не прозвучало, но я думаю, что это вопрос времени. Вопросы от времени, поскольку я уже понимаю, когда вопрос не пройдет, когда пройдет, это по правительству чувствуется, по крайней мере, нам не отказали. Не отказали, значит, мы будем над ним еще работать. Это первое. А второе, индексация пенсии работающим пенсионерам. Тоже этот вопрос, мы когда приняли поправку Конституции, то в соответствии с Конституцией мы уже обязаны индексировать сейчас пенсии работающим пенсионерам. Но этого не прозвучало, тем более, что он давал поручение президенту, по-моему, там то ли 1 февраля, чтобы не обмануть уважаемых жителей, по-моему, до 1 февраля он давал поручение правительству дать предложение по индексации пенсии работающим, пенсионерам. Не прозвучало, предложений их пока нет. Но я вот так общаюсь с коллегами, очень непростой вопрос для правительства. Почему? Потому что он тянет за собой очень серьезное финансирование. Там миллиарды рублей. Почему это не прозвучало пока? Ну, остается только домысливать, что ситуация очень непростая на границе. Очень много провокаций, провокаций очень жестких, не хороших таких провокаций. И вот здесь, может быть, это потянуло большие средства. И правительство пока не готово еще дать нам варианты, варианты вот индексации этой пенсии. Вот этот вопрос тоже, я думаю, что он в ближайшее время, он в ближайшее время обязательно прозвучит. Сергей Николаевич, такой актуальный очень для жителей Ненинского округа вопрос. Вы были единственным политиком, единственным парламентарем, который на федеральном уровне поддержал жителей Ненинского округа в вопросе объединения. Вы выступили против. Вот скажите, пожалуйста, какие сейчас перспективы, что происходит? Будут возвращаться к этой теме? Оставили нас в покое? Да, вот когда я говорил, президент отмечал 20-й год важнейший. Для нас, конечно, то, что выпадение доходов 30% для округа, это очень серьезно для нас. Это очень серьезно. А просто уже у нас стоял по задержке заработный плат, бюджетным сферам и прочее, если бы нас правительство не поддержало. По прошлому году, кстати, по 2020 году мы получили около 8 миллиардов рублей с федерального бюджета. Так это, кстати. В связи с федерацией на поддержку Ненинского автономного округа, и в том числе и на национальные проекты. А кроме того, у нас и снега не было, и морозы. Снега нет, зимника нет, продукты не завезены, ведь наши тут и предприниматели на снегоходах довозили продукты до магазинов, чтобы как-то обеспечить. И еще вот то, что по объединению, очень непростая ситуация. Я вообще считал, что мы эту страницу перевернули как бы в округе, но сейчас, бывая в населенных пунктах, вот и с ветеранами вчера встречал, мы все равно, вот в этом вопросе, они все равно возвращаются, опасения у них осталось, что-то вот внутри, вот все-таки какая-то обеспокоенность, обеспокоенность есть. Но тут я вам скажу, что, во-первых, не один я, как бы выступил, причем сразу выступил, хотя иногда говорят, что там неделю спустя и прочее, ничего подобного, как бы сразу сказал, что надо слушать. То, о чем говорит президент всегда. Самое-то главное, что надо с народом переговорить все эти вопросы, а не принимать эти решения вот так скоропалительно. Вот, у меня было много встреч в администрации президента, я не стоял с плакатом у Кремля, вот, и не буду этого делать, потому что я уважаю своих избирателей. Но то, что я прошел многие кабинеты в администрации президента, это да. И я вам скажу, что разговоры у меня были очень непростые на самом деле. Очень непростые были разговоры. И когда, значит, в администрации президента мне прямо сказали, а как же так, мы были уверены, что вот люди-то как бы поддержат и все, ну, как же так, они тоже были удивлены на самом деле вот этой ситуацией. Но спасибо Турчаку Андрею Анатольевичу, я к руководителю нашего генерального секретаря Единой России, я, кстати, подходил к Зюганову, подходил к Мирону. Ну, Жириновскому не смысла подходить, была понятна позиция их. А Зюганов и Миронов могли бы поддержать. Они ведь напрямую с президентом разговаривают. Прямо говорил Миронову, что ну давайте как-то, ребята, ну нужно сейчас поддержать округ. Мы всегда Россию поддерживали налогами, непростыми налогами, и суммы очень приличные идут туда-сюда. Давайте мы с людьми-то будем разговаривать. Ничего подобного, прилетел только один Турчак. Причем дважды прилетал, и третий раз готов был прилететь сюда в округ. Встретился с людьми, с руководством, с региональным отделением, с коренными, с ССВИМ встречался. Извинился перед людьми. Извинился перед людьми. А где остальные-то были? А сейчас, значит, вот тут герои, значит. А я просил, когда подписи, сколько там, более 10 тысяч подписей было, когда я в администрации президента говорил, мне говорят, Сергей Николаевич, ну вот вы говорите так, вы хоть нам покажите хоть один документ, что это не так. Я говорю, дайте мне подписи эти, дайте мне их, я по кабинетам пройду, в каждый кабинет зайду, постучусь, проговорюсь с людьми. Ничего подобного. Где они все? Куда они ушли? Зюганову. Ну и что? И где? И вот в этой связи, я думаю, что нам всем был очень хороший урок. Очень хороший урок. И я думаю, что эти вопросы, они, во-первых, поднимали всегда. Каждые два года. Когда я был председателем окружного собрания, точно то же самое было. И сейчас, и сейчас, я думаю, что, ну спасибо, конечно, всем, и жителям округа, безусловно. Я думаю, что я понял так, что этот вопрос был отложен на годы и на годы. Мне прямо спрашивают, Сергей Николаевич, как, что, почему. Я говорю, что, ребята, к сожалению, это ушло на многие годы. Никогда сейчас жители не пойдут на это, пока сами не почувствуют, не поймут, что мы вместе с Архангельской областью. Вот когда мы это почувствуем, тогда, значит, вот можно с людьми разговаривать на эту тему. Причем я даже более того скажу, откуда это все пошло, когда я там общался в администрации президента и все. Потому что, позволю себе все-таки несколько минут, я считаю, что очень важно, чтобы люди понимали. Дело в том, что нас выжимают с севера, с Арктики, с северноморского пути американцы. У них нет только ледокольного флота. Если бы у них был ледокольный флот, они вели себя бы по-другому. Задача поставлена, России там быть не должно, потому что перспективы действительно очень серьезные по северноморскому пути. И президент дал поручение всем арктическим регионам в срочном порядке дать предложение, как мы можем усилить Арктику. Как мы можем усилить Арктику. К сожалению, задача поставлена в 2024 году перевозить там, по-моему, до 50 миллионов тонн. Или до 80, опять же, чтобы не обмануть, а цифры точно не помню. Мы сегодня перевозим только 33. А к 1935 году, по-моему, 130 миллионов тонн. У нас перевозить нечего на северноморскому пути. Нечего. Поэтому мы приняли целый пакет документов по льготному налогообложению, для того, чтобы втянуть крупные инвестиции в Арктику. Сначала их втянем сюда, в Арктику, а потом будем закручивать гайки, с тем, чтобы они налоги нам платили. Было ряд предложений очень серьезных. И откуда пришел указ президента по стратегии развития Арктики до 35-го года? Госпрограмма по социально-экономическому развитию Арктической зоны Российской Федерации до 35-го года. План мероприятий по реализации. Реезд по коренным малочисленным народам. Программа государственная по коренным малочисленным народам по их поддержке хозяйственной деятельности. Создание института по изучению родных языков. Целые масштабные такие, когда иногда говорят, что там ничего там не делается в парке, извините меня. Это даже не просто второе дыхание. Когда три подводных лодки у нас одарменно успели. Когда мы сейчас делаем модернизацию Андерминского аэропорта. Когда мы дорогу строим на Усинск. То есть вот это все, конечно, здорово. И было предложение по объединению наших субъектов. Причем я абсолютно уверен, что Цибульский это делал искренне и хотел сделать для людей как можно быстрее и как можно лучше. Почему они не идут, инвесторы, к нам? Может быть много говорю. Я же разговаривал, когда посмотрел программу развития вот сейчас северных территорий. Там Архангельс, два крупных инвестиционных проекта, миллиардные инвестиции. Мурманская область. А в округ у нас представлена только модернизация аэропорта Наринмара, Амдормы. Строительство дороги на материк. Инвесторы это Газпром и Лукою. Они заходят. Они сразу спрашивают, первый вопрос задают, мне задавали. По крайней мере, что у вас с логистикой с транспортной? Это нужно перевозить не десятки, сотни, миллионов тонн груза. У нас нет ни дорог, ничего нет. Что у вас с наукой? Ни одно движение не делается без научных разработок. Там по тундре проклады газопровода. Наука у нас, к сожалению, в округе. Что у нас с кадрами? Причем не сотни человек надо, а тысячи человек надо. Вы можете поднять эти кадры в округе? Нет. Вот Цибульский вот это увидел. Он это увидел еще, видимо, когда замом тогда был. Логика есть в этом. Но он просто не просчитал. Я считаю, что это недостаточность опыта. Мы потом очень долго говорили с ним на эту тему. Он прекрасно все понимает, осознает. И он-то хотел вот эти инвестиции Индига. Я встречался с Кошиным четыре дня назад в Москве. Разговаривал он же по этому направлению. Я прямо говорил, реально, реально, реально по порту в Индиге. Все это действительно, это сдвинул Цибульский на самом деле. У него возможности в этом плане огромны с точки зрения привлечения на территорию финансовых средств. Сейчас там архангельские дороги катают круглые сутки. То есть, вот откуда это пошло. Вот откуда пошло, но не было просчитано все это. Не было просчитано. Самое главное, не поговорили с людьми. Надо разговаривать. И поняли бы, когда реально это все нужно. Для этого я им прямо сказал в Москве, сделайте дорогу с Мизени там до Наренмара. Так как по Архангельской области сделали они в каждый населенный пункт. Там долгощелье, бычье. На велосипедах люди ездят, по 60 человек на селе. Протяните к нам сюда в округ. Сделайте медицину у нас, чтобы мы в Архангельске ездили свободно туда. Сделайте билеты туда дешевенькие, в Архангельск. Давайте мы вот с этого начнем. Когда мы почувствуем, что мы вместе, мы тогда скажем, что да, наверное, это можно делать. Но не сейчас, я думаю, что не в ближайшее время. Много говорил, но я считаю нужным эту страницу действительно уже перевернуть. И идти дальше просто-напросто. Сергей Николаевич, сейчас идет регистрация кандидатов на предварительное голосование выборов в Государственную Думу. Вы будете выставлять свою кандидатуру? Будете регистрироваться? Вот для меня это очень непростой вопрос. Абсолютно искренне это говорю. Абсолютно искренне. У меня были разговоры, я не скрою, в той же администрации президента абсолютно недавно. Выборы будут очень сложными. Выборы будут очень сложными. Задача поставлена, Государственная Дума не должна быть монолитом. Государственная Дума должна быть разрозненной. Ну, это высший государственный орган, Нижняя Палата, это естественно понятно. Очень непростыми будут выборы на самом деле. Будет, я думаю, что очень мощное включение со стороны Запада в них. Мощнейшее включение будет. И вот когда этот у меня разговор состоялся, вот искренне вам говорю, я даже скажу почему. Первое, что я минусы, плюсы, все прикинул. Идти, не идти. То, что я уже в политике с 2005 года. И причем в политике большой, малой, большой. И я сейчас обратил внимание, что идет вал вопросов. Вот сегодня. Вот ладно здесь десятки обращений граждан. По Москве у нас в месяц бывает до 400 обращений. До 400 в месяц. И каждое нужно отработать. И чем дальше, я замечаю, практически невозможно пройти ни по городу, ни покушать, никуда не зайти, ничего. Даже когда идешь отдыхать там на юбилей, на какое-то мероприятие, все вопросы, 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 вопросы. И автоматически, я считаю, что пробуксовка где-то начинает. Потому что их сотни, их сотни этих обращений, понятно. А люди-то считают, что они единственные обратились. И говорят, потом звонят, там не получилось. Вот тут немножко, или аппарат нужно перестраивать, работу аппарата, потому что этот вал, он усиливается на самом деле. Ну и известность, видимо, увеличивается и прочее. Вот этот момент, он немножко меня беспокоит. Второе, это то, что наши социальные сети. Вот эта грязь, которая идет, оскорбления, которые идут в сети, ложь прямая, которая, я это не приемлю. Я не знаю, просто не приемлю такие. Вот сейчас мы съездили в Оксину, за НАО пишут, Коткин, Десант, Гусеев, Арбузов, Коткин, Велих и Оксина. Да не было их там близко и не планировали мне даже туда ехать. Никто не извинился, никто слова даже не сказал. Сизыми волосами, какими-то найдут фотографии меня совсем старым, какими-то сморщенным, это самое. Я уже не говорю про прямые оскорбления. Я вот этого не понимаю. И не пойму, видимо, никогда, потому что не так воспитаны на самом деле. Не так воспитаны. Вот этот момент на меня напрягает. Ну, третий, то, что жена у меня, категорически против. Ну, я с женой, ладно, разберусь. С женой разберусь здесь по поводу вот этой грязи и это самое. Вы знаете, мне понравились слова одной бабульки. Причем недавно с палочкой на каком-то населенном... А, да, не буду говорить о каком. В населенном пункте. Откуда она-то все вот знает. Идет меня... Как она сказала, сейчас скажу. Сергей Николаевич, ты смотри, не дрогни. Мы ведь в тебя верим. Мы ведь в тебя верим. Такое слово нехорошее назвала. А кусает так ты давай чешись. Так говорят. Болитого, как лопы. Кусает, чесаться ведь надо, Сергей Николаевич говорит. Я так подумал. Я говорю, откуда она там все вот это знает. Ну, видимо, внуки, дети, наверное, или что-то. Я даже не знаю ее на самом деле. А вот то, что плюсы, почему бы надо идти, на мой взгляд, это то, что только сейчас, опять они могут меня тут наши доброжелательные сказать, что вот только сейчас, значит, с опытом приходит. Только сейчас начинаешь понимать, за какие ниточки дергать. Когда тот или иной вопрос, к тому или иному министру как обратиться, на кого выйти, через кого этот вопрос занести, как его, где, чего проговорить. Вот это очень важно на самом деле. Вот это не отнятие Александра Витальевича Уцебульского. Вот, хоть и жизненный опыт у него небольшой, но тут вот я прямо говорю, что он молодец в этом плане. Это большое дело на этих структурах выходить. Я поначалу не понимал, бился там, укусить готов там соседа, чтобы как решить вопрос. Да ничего подобного, совсем по-другому где-то надо что-то. Это все приходит с опытом. А потом, самое-то главное, много вопросов, которые надо решать, которые у нас подзависли немного. Вот по занятию, то есть то, что мы говорим по молодежи. У нас много поправок сейчас внесли наши эксперты. Здесь окружные по занятию населения, по рыбе. То, что мы привезли по Росрыболовству, зам и министра. На оригинальном уровне мы все решили, все поправки у нас вошли. На местном уровне надо снять напряженность у людей по рыбе, чтобы они могли ловить, спокойно добывать. Ну, камбалу на Канине у нас не поймаешь, и чья до 35, ну что-то такое. А эти вопросы их не так просто решать. По самолетам Ан-2 заменить его. Байкал уже у нас на 23-м году, там деньги выделены. Надо, чтобы их не украли, чтобы их не растащили, эти миллиарды. Они пошли именно на производство самолета вместо Ан-2. По площадкам, по авиационным. Очень много вопросов. Надо их как-то сохранить, потому что там не понимают, не чувствуют они разницы. Они все под одну гребенку, что Москва, что Санкт-Петербург, что Киев, что Шойна. Все одно и то же. По северным пенсиям вопрос надо обязательно, обязательно надо добывать. А по проезду к месту отдыха и обратно по территории Беларуси наши любят туда ездить. Я вот таких вам вопросов назову. По углублению Печоры. Десятки, которые нужно решить. Которые начали, начали их расшавеливать. Их нужно решать. Вот это, наверное, второе. А третье еще, почему, думаю, надо идти. Я звездной болезнью переболел еще лейтенантом. Мне как бы с точки зрения карьеры, говорят, ну куда, все вроде есть. У меня все-таки немножко болит душа. Я всю жизнь прослужил Отечеству и в органах безопасности. Половину своей жизни прослужил. И немножко болит душа за будущее России на самом деле. За будущее России. Оно очень хрупкое. Оно очень хрупкое. Вот уверяю вас, здесь, когда смотрел на этом в округе, да. Когда на другой уровень выходишь повыше, начинаешь видеть больше, она очень опасна. И вот здесь все-таки есть определенные планы какие-то. В итоге, когда вот это все сложил, я принял решение, и сейчас после вас пойду регистрироваться на предварительное голосование у нас «Единая Россия». Единственная партия, которая не в силовом порядке назначает своего кандидата, кто должен идти. А, пожалуйста, идите любой. Хотите вы, регистрируйтесь вместе, можем пойти, только надо документы подготовить. Регистрируйтесь. Никто вам не запретит, как там писали, кому-то там запретили. Да ради бога. Наоборот, поможем, подскажем, как это сделать. Пожалуйста, проявляйте себя. Побеждайте. Убеждайте, на что вы способны. И идите на предварительное голосование сначала в мае. Побеждайте. Никакого ни второго, ни третьего выдвигать не будут. Выдвинуть того, кто победил. Идите на большие выборы в сентябре. Поэтому вот принял такое решение. Сейчас после нашего разговора пойду регистрироваться. Сергей Николаевич, удачи вам. Много говорил, наверное, но для меня это очень такой важный вопрос. Ну, для себя, для себя важный. Для себя, для себя, для души. Удачи вам, Сергей Николаевич. Наша программа подходит к концу. Спасибо, что вы нашли время, пришли к нам. Я прощаюсь с вами. Напоминаю, что в гостях у нас был депутат Государственной думы от Ненецкого автономного округа Сергей Николаевич Куткин. До свидания, до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»